...знать перед этой игрой. А игра, я думаю, сегодня получится в... ...равурная, да, у Эквадора, но я думаю, что сегодня играл с Груэса, опорник 18-й, Джефферсон, Архуэлла и 23-й Джексон Мэнде, сыграют седьмой номер Гаку Сибасаки, четвертый Кои Такура, опорная зона. А ну все, поехали, итак Эквадор против Японии, тем и другим нужна победа Эквадора, атака неплохая могла получиться в чемпионате Эквадора, одна из самых популярных вот японцы, посмотрите, какой проход, нарушение правила можно дальше играть, показывает арбитр, но я вот так зачеркнула. И 23-й Джексон Мэндес, еще один игрок МЛС Орландо Сити, подача со штрафного, убивают мяч, хищный левша, и вот такая подача, и посмотрите, неприятная суть во второй команде мадридского Реала, ну а кто его знает, может быть в будущем и в первой. Сейчас в Чили Гомес сказал, что игра была равной. Ну вот уже японцев мы наблюдаем в позиционном нападении, это будет удар, который правда не будет. Оборону эквадорцев на фланге преследует Рамирес, Кодзи Миоси. Выступающий в чемпионате Франции, в атаке японская команда, и вот почему во второй игре против Уругвая показали характер, такой настоящий самурайский, да. И сейчас, может быть, у эквадорцев получится неплохая атака, но для Эрнана Гонеса он сказал, что у Рената Ибара повреждение. В атаке Эквадор, удар, опасный удар, довольно-таки мы увидели, вот, товарищская игра, и японцы победили у себя дома, это не такая большая Выборга, и вот, пожалуйста, можно забивать, пустые ворота. На этом Кубке Америки он работал, кстати, резервным арбитром был на матче с участием Эквадора, Эквадор против Чили. Ну и, пожалуйста, еще раз давайте вот сейчас как раз посмотрим, ну, рука, плечо, да, были впереди, это не оффсайд. 1-0 сборная, где капитан Эквадора, высокий прессинг мы сейчас будем наблюдать от Южноамерикана. Ну, и ругая, они в любом случае не обгонят. А, как Эквадорцы пытаются его взорвать, ошибка в обороне, надо забивать удар, как же так? Совсем юный футболист, Токихиро Тамиясу. И спасибо здесь в первую очередь команде Японии. Эквадорские журналисты предполагали, что Ариада сыграет на позицию, скажем, небезгрешным в обороне. И вот, пожалуйста, с подтверждением в штрафной площади. Ну, можно пробить. Дальше передача на Мену. Мена, как я уже говорил, был в Котинском. Велес Сарсфельд. Состав японской команды. Первая Дзика Васима. Надо сказать, удаление. Ну, вот, Ирна Целадор побед не одерживал. Четыре финале, кстати. Вот свежайший пример атакы Эквадора. Закончится ли она ударом? Заканчивается ударом и довольно авантюрным. Мендес. Моя штрафная площадь, скидка ударовая. Пожалуйста, счет становится. 1-1-2 центральных защитника, которые пришли на стандарт. Они еще не ушли из штрафной площади. И как раз таки сделали этот гол. Артур Умина и Роберт Арболеда. Ангельмена принимают поздравления. Вот, навес. Глада. Забивает. Вот такой вот рикошет, по-моему, небольшой получился. Мьеси на Сибасаки. Мяч уже выступал за скромный Портиманаймша в чемпионате Португалии. Был в Японии в 90-е. Продолжился он в 2000-е. И продолжается эта атака японцев. Таким ударом мог бы забить сейчас Осояна Кодзима. Кодзима Мариясу не отсиживается в обороне. Не играет от соперника. Ну и штрафная площадь. Удар. Опять сборная успевает продвернуться назад. Футболисты Эквадора. Здесь. С 10-летнего возраста. Еще было задействовано несколько южнокорейских футболистов. Ну и в итоге он вернулся. Эквадор-Япония. Пока что ничья 1-1. Я напоминаю, что на Кодзима на 15-й минуте. Берется на поле Айртон Брисиадо из Мексико. В составах команд. Итак. Сборная команда Еквадор сейчас с мячом. Будет ли удар по воротам? Вот подключение по флангу. И удар Педро Веласко. Ну, вроде бы в флангах. Пошел сам вперед Ангельмена. Наверх штрафную площадь. Удар по воротам выше. Сборная Эквадора. Ангельмена такой свободный художник. Да, 10-й номер. Как раз под нападой. Валенсия. Веласко. Можно подавать. Низом решил пространникатора. Я обещал рассказать. Обязательно. Вот атака опасная. Эквадора не получала. Приезжают из Северной Америки. Ну, вот из-за розыгрыша. Эквадор не выступал на этом турнире. И деньги Катара, и японская рептиша перед бурей. Ну, Эквадор, как и в начале матча, поактивнее. Выйти помощь вернулся в игру Гаку Сибасаки. А у Ругвай второй. В атаке японская команда, сколько у Пурагвай. Худшая разница забитых пропущенных. Ибара. Барона японской команды Эквадорцы. Хорошим таким ложным движением убирает соперник. Накодзима слишком сильно. Команда Японии не оставляет абсолютно никаких вариантов для Эквадора. Ну, популярного клуба в Эквадоре. Ну, во всяком случае, самое посещаемое. А японский пока что готовился выполнить штрафный удар. Подача, удар! Плохая футбольная команда. В атаке японцы. Момент какой! И надо забивать. Сугиока. Ух ты! Дотянулся таки Псальча. Пресъяду. Несколько ложных движений. Передача штрафной. Удачно играет врата. К штрафной площади вернули. Японцы, которые продолжают свою атаку. Хотя большинство футболистов в сборной играют за рубежом. Паса мяч в сторону штрафной площади. Часто падающей японской команды. Никодзима. Рядом. Таки Фусакубо. Сибасаки. Заброс. Здесь провожайся. И он, напомню, непонятно, какова была причина конфликта. Можно пробить отсюда. Удар! И заделали мяч. Вратарь японской команды после мощного выстрела Педро Веласко. И тем, и другим. Удар. И... Японцы пошли в атаку. Заброс штрафную площадь. Атака правым флангом. Дуб. Наверх штрафную. Ветеран эквадорской команды.